Выступает Михаил Шрайбман, он расскажет про технологии Web 3.0, именно Web 3.0 как общей концепции, куда входят не только децентрализованные технологии и как они уже применяются. Спасибо, давайте встречать. Да, ребят, всем привет. Так, меня хорошо слышно, прекрасно. Давайте тогда начнем. Немножечко обо мне, чтобы у вас было понимание и о компании. Мы, компания Web Интегратор, разрабатываем большие долгосрочные проекты и в целом автоматизируем бизнес-процессы в среднем и крупном бизнесе. Специализируемся на бизнес-аналитике, веб-аналитике. Но самое важное, что в наши проекты мы стараемся и уже интегрируем технологии Web 3, технологии Web 3.0. И сегодня как раз-таки хотелось бы поговорить на тему вообще, что такое Web 3.0, каким образом его можно прямо сейчас интегрировать в секущие бизнес-процессы, но что самое важное, как сделать Россию частью этого будущего. И прежде чем начнем, вообще в кулуарах, в профессиональном сообществе часто идут обсуждения, а что такое Web 3.0, а что такое Web 3.0 и чем они отличаются. Глобально Web 3.0 это блокчейн и децентрализация, а Web 3.0 это более всеобъемлемая часть, куда входит в том числе искусственный интеллект, метаверс и все остальное. И здесь хотелось бы отметить факт того, что это можно сравнить с фронтендом и бэкэндом. Веб 3.0 по факту это бэкэнд, децентрализация, блокчейн, а вот технологии искусственного интеллекта, технологии метаверс, это как раз-таки фронтенд. И здесь, на мой взгляд, фронтенд без бэкэнда существовать не может. И что самое важно, бизнес требует на текущий момент фронтенд, и он требует искусственный интеллект, он требует метаверс и все остальное. А что уж будет на бэке конечным пользователям не так важно. И хотелось бы отметить факт того, что на текущий момент весь мир идет по пути глобализации, диджитализации, появляется онлайн-банкинг, цифровое правительство и есть основная проблема. Основная проблема заключается в том, что на текущий момент большое количество пользовательских данных утеряно. Мы можем вспомнить прошлый год, такие компании, как Яндекс, Delivery Club, SDEC потеряло большое количество пользовательских данных, как следствие пострадало большое количество пользователей. Но, конечно, в целом нам с этим удается бороться, есть масса успешных кейсов, но не всегда и не везде. И как раз-таки здесь нам приходит на помощь Web 3.0. И здесь стоит отметить, что на текущий момент в Web 3.0, а точнее в проекты, которые на нем реализованы, приинвестировано более 7 миллиардов долларов. Если говорить о российском сегменте, то мы можем вспомнить буквально трехмесячную или четырехмесячную давность новость о том, что компания МТС проинвестировала 100 миллионов долларов в создание собственной метавселенной. Это довольно-таки большие инвестиции, довольно-таки большие деньги, а это означает, что рынок существует. И в целом здесь работает обычный закон бизнеса, должен быть спрос и должно быть предложение. И как мы видим, спрос уже появился, а вот с предложением пока довольно-таки сложно. И глобально Web 3.0 характеризует такие технологии, как я уже ранее сказал, NFT, метавселенная, искусственный интеллект и DAO. И в первую очередь хотелось бы поговорить об NFT. Но перед этим хотелось бы отметить, что на мой взгляд Web 3.0 это следствие нашего с вами сознания, это следствие того, куда движется человечество, это следствие нас с вами. И давайте перейдем уже к конкретным кейсам. Глобально NFT в прошлом году было на хайпе. Очень большое количество в социальных сетях было информации об NFT. Но в большинстве своем NFT не несло в себе какой-либо технологии, технологической функциональности. И вот буквально в прошлом году уже выпускники МФТИ, магистратуры получили свой диплом в формате NFT. Нет, конечно же, они получили свой диплом обычный, но в том числе и как приложение NFT, где была записана вся информация, кто получил диплом, на каком факультете. Ну и остальная информация с оценками там тоже, конечно же, была. И ведь этот опыт можно и нужно перенимать как на бизнес, так и на государство, на государственный уровень. С помощью NFT глобально мы можем избавиться от бюрократизации, которая у нас сейчас есть. Мы можем сэкономить большое количество денежных средств. Если идти к конкретике, то глобально NFT можно использовать в нотариальных услугах. NFT можно использовать при выдаче водительского удостоверения, при переписании движимого или же недвижимого имущества. Что уж говорить здесь о бизнесе. Кстати говоря, не так давно техдиректор ВКонтакте подтвердил факт того, что теперь публикации в будущем, которые будут делать пользователи, к ним будет присоединяться NFT. Тем самым появится уникальный контент. Для каких целей это сделано? Ну, понятное дело, что сейчас активно развивается и есть, к сожалению, пиратство. То есть, когда пользователь по факту копирует контент и выдает его за свой. Ну и глобально это плюс большой для ВК, что теперь они смогут с помощью NFT понимать. Ага, этот пост мы разместим на первом месте, этот пост на втором, а этот на последнем, потому что он был скопирован и украден. Теперь хочется перейти к реальным кейсам, нашим кейсам. Не так давно к нам обратился заказчик Росмен. Росмен, это одно из крупнейших издательств в России, попросили нас автоматизировать бизнес-процессы с помощью создания корп-портала. Но и в том числе была еще одна задача, это повысить узнаваемость бренда с точки зрения пиара. И мы в целом к этому идем. Проект еще находится в разработке, но хотелось бы отметить здесь некую деталь. Вместе с командой заказчика мы долгое время работали над серьезной довольно-таки моушен-анимацией, которая будет размещена буквально на главной странице сайта. Более того, эта моушен-анимация будет использоваться в рекламных материалах. И это издательство, напомню, оно очень скрупулезно относится к авторским правам своих клиентов, своих продуктов. Что уж говорить о авторском праве непосредственно самого себя. Понятное дело, что данный заказчик решил оформить авторское право на данную моушен-анимацию и совместно с юристами они это в целом успешно сделали, все хорошо. Но мы приняли решение пойти не только по пути юриспруденции, но еще и по пути технологии. И глобально теперь на сайте или на рекламных материалах будет подобный поп-ап, в котором будет информация, кому этот NFT, кому эта моушен-анимация принадлежит. Глобально мы создали профайл на обыденном OpenSea маркетплейсе для компании RASMAN и для компании нас. И, соответственно, переходя по кнопке, мы попадаем на OpenSea, где видим, что данная моушен-анимация была создана нами, мы авторы, а владелец компании RASMAN. Еще один пример тоже из наших же кейсов – это компания поставщик фармацевтической продукции. Хочу отметить, что эта сфера очень бюрократизирована, так как конечным заказчиком является либо окологосударственная компания, либо же государственная компания. К сожалению, нельзя поставить просто так медикаментозное какое-либо оборудование. Необходимо большое количество бумаг, документов и тому прочее. Более того, скажу, что наш заказчик по факту не является производителем. Он является поставщиком и является посредником. Таким образом, мы для данного заказчика приняли решение автоматизировать процессы с помощью NFT. Понятное дело, что эти процессы можно было автоматизировать с помощью и обыденных инструментов, но наша задача популяризовать именно технологии. И глобально процесс выглядит следующим образом. Есть e-com проект, есть SKU, есть карточки товаров. В данных карточках товаров присутствуют не только характеристики, более того, в данных карточках товаров присутствует дополнительно еще NFT. По примеру предыдущего кейса, также мы можем перейти на marketplace OpenSea и увидеть, что та или иная продукция была произведена конкретно главным производителем. Потому что, повторюсь, для конечного заказчика это очень важно знать. И более того, в данном NFT хранится вся документация. Когда этот товар покупают, соответственно, NFT с сайта уходит. Конечно же хотелось бы довести этот бизнес-процесс до конечного результата, то есть когда будет еще и профайл у конечного заказчика, то есть около государственной компании. Но пока мы работаем над этим, мы работаем над аналитикой и я уверен, что в будущем при хороших финансовых показателях это получится сделать. И еще один проект, это компания Zenit Arena, где играет футбольный клуб Zenit. К нам пришла задача создать собственную CRM-систему, кастомную CRM-систему. Заказчик очень переживает о безопасности своих данных, в связи с этим не доверяет каким-либо решениям уже готовым. Мы в целом пришли и уже справились с этой задачей. На этапе бизнес-аналитики мы увидели, что у данной компании работают около 200 сотрудников, из которых 60% это рабочие, которые как раз таки доводят стадион до хорошего состояния. И есть проблема. Основные финансовые средства уходят на инвентарь. Потому что большое количество инвентаря теряется, большое количество инвентаря портится, большое количество инвентаря просто становится украденным. И это на самом деле проблема. Довольно-таки на низком уровне до нас велась работа с подобной базой данных. Мы сделали это опять же в формате NFT. То есть у каждого инвентаря есть собственный NFT. И туда, соответственно, записывается информация, когда человек его забирает, в каком состоянии он его отдал, почему он его отдал, когда, кем и так далее. Соответственно, вся информация хранится там. И здесь опять же, конечно, бы хотелось не только создать NFT, но в том числе хотелось бы создать конкретный кошелек для каждого рабочего, чтобы по факту эту NFT брать в аренду. Но понятное дело, что образованность на текущий момент в данной плоскости сотрудников находится на довольно-таки низком уровне. И необходимы большие финансовые затраты на внедрение подобного функционала. Опять же, мы сейчас плотно совместно с заказчиком анализируем, что у нас, как у нас по показателям. И думаю, что в будущем мы это вполне сможем реализовать. Перейдем к DAO, децентрализованной автономной организации. Не буду много здесь говорить, потому что буквально скоро мой коллега расскажет подробно об этом. Но глобально это обычное акционерное общество, которое полностью автоматизировано, в котором акционеры голосуют, и все это прозрачно. Хочется остановиться на конкретных кейсах. Все мы знаем такое приложение «Активный гражданин» в городе Москва. Глобально граждане могут заходить туда, регистрироваться и голосовать за принятие того или иного решения. Например, реконструкцию того или иного парка. И в целом есть положительный опыт. Все хорошо, все классно. Действительно, есть уже успешные кейсы, когда решения были приняты верно. Но большое количество граждан, к сожалению, вызывает недоверие данное приложение, данная программа. И это проблема на самом-то деле. И как раз таки эту проблему мы могли бы решить с помощью DAO, внедрив его в данное приложение. Таким образом, все решения принимались бы автоматизировано. Более того, все решения принимались бы максимально открыто. И здесь хотелось бы затронуть бирюзовую организацию. Помните, я говорил о том, что все-таки Web 3.0 это следствие того, что с нами сейчас происходит. Того, куда мы с вами идем. И сейчас набирает большую популярность бирюзовой организации. Давайте чуть-чуть расскажу. В 1960 году появился термин бирюза, который нам говорил о развитии индивидуума. В 2014 году появился термин бирюзовой организации. Одну из самых известных, компания вкусвил на российском рынке. Глобально это организации без какой-либо иерархии, где решения, или же один-два уровня, где решения принимают все сотрудники, и каждый сотрудник является своего рода предпринимателем. И я в целом поддерживаю полностью подобную структуру. У нас в компании она та же. Более того, я считаю, что в IT-рынке по-другому не получится, потому что IT-специалисты это креативные люди. И как раз-таки бирюзовая организация, она очень коррелируется с DAO. Потому что малому, да и среднему бизнесу что делать? По факту необходимо открывать открытое акционерное общество. Глобально звать туда всех своих сотрудников. Это довольно-таки серьезная бюрократия, довольно-таки большие финансовые затраты. Более того, не все сотрудники вообще согласятся войти в это открытое акционерное общество. Предстоит большая работа. Как раз-таки эту проблему можно решить с помощью DAO, где все сотрудники в онлайн-режиме будут принимать также решение, видеть, кто за что проголосовал. Ну и хотелось бы отметить о Web 3.0 на банковской сфере. По факту Web 3.0 это в том числе и некий социальный рейтинг, который формируется на основании того, что мы с вами покупаем, какой след мы в интернете оставляем и так далее и тому подобное. И на текущий момент, к примеру, банки при выдаче, при решении выдавать кредит или не выдавать и на какую сумму, глобально думают только о финансовых показателях. Да, они обращаются в налоговую, да, они обращаются к судебным приставам, да, они смотрят кредитную историю. Но представим ситуацию, что человек испортил себе, да, кредитную историю. И для ее восстановления необходимо довольно-таки большое количество времени. Что делать? И как раз-таки здесь к нам приходит на помощь еще один KPI, который банки могут использовать и я уверен будут использовать. Это социальный рейтинг. Электронная коммерция, социальный рейтинг, это тоже здесь применим. Глобально marketplace OpenSea, как раз-таки на котором хранятся все NFT, один из самых известных, на основании данного социального рейтинга формирует принятие решения, а какой NFT мы расположим на первом месте, какой на второй, какой на третьем месте. Но ведь этот опыт можно перенять и на более приземленном уровне, на более понятном уровне для тех же компаний Озона, Вита и так далее. Ну и E-ком, да, он сейчас набирает, все еще набирает большие обороты, огромное количество денежных средств туда инвестируется, но все еще большое количество людей не приняли его в каких-то сферах. Кто-то любит походить за продуктами, кто-то… не тот слайд, давайте приключу, раз уж начал об этом говорить. Давайте поговорим о другом, прошу прощения. Социальный рейтинг, раз уж мы о нем говорили. Вообще социальный рейтинг есть в Китае. Он уже там реализован в полной мере, да, ведутся большие дискуссии на тему «хорошо это» или «плохо», не хочу сейчас на этом останавливаться и устраивать дискуссии. Но глобально там есть свой социальный рейтинг, который централизован, который находится под государством. На основании него… Каким образом происходит вообще работа? Образно говоря, мы не вовремя оплатили налоги, нам увеличили стоимость на авиабилет или же нас вообще не выпустили за границу. Таким образом работает социальный рейтинг в Китае. Хочу отметить, что социальный рейтинг в Китае и социальный рейтинг в Web 3.0, да, у них есть нечто общее, но задачи у них абсолютно разные. Если в Китае это в первую очередь контролировать общество, то все-таки Web 3.0 – это увеличить качество непосредственно товара и пользовательский опыт. Метавселенная. Много очень дискуссий идет на тему того, что метавселенные умерли, но хотелось бы отметить факт того, что выступление известного артиста набрало 48,8 миллионов просмотров за три дня в прошлом году. Понятное дело, что это была не совсем метавселенная, понятное дело, что это было на базе игры Fortnite. Но, кстати говоря, в Fortnite теперь мы можем сделать собственную метавселенную, любая компания, буквально за несколько минут. Но давайте посмотрим на обычный бизнес-кейс. Был коронавирус. До него удаленка вообще не могла никак существовать. Крупные компании не разрешали своим сотрудникам работать удаленно. Появился коронавирус, выхода, к сожалению, не осталось. Все перешли на удаленку. Коронавирус закончился. Большинство сотрудников изъявляют желание не работы в офисе. Большинству нравится работать из дома. Об этом показывают показатели. Но компании это не устраивает. Банально, потому что КПД сотрудников падает. И вроде как нашли решение смежное. Три дня работаем в офисе, три дня работаем дома. Хорошо это? Да, хорошо. Нашли смежное решение. Но глобально это не технологическое решение. Глобально КПД падает по причине того, что, к сожалению, Google Meet, Zoom и все остальные CRM-системы не могут дать того уровня взаимодействия. И как следствие КПД. И я уверен, что следующий уровень взаимодействия – это как раз таки виртуальные офисы, метавселенные, где мы сможем видеть эмоции друг друга. Где мы сможем видеть жесты друг друга. Тем самым КПД наше сильно увеличится. Давайте продолжим. Ну и также метавселенные. Вот как раз таки тот пример, о котором я говорил, что сейчас, да, E-комп становится популярным с каждым днем. Но все равно большое количество людей в тех или иных сферах любит ходить по магазинам. Кто-то любит померить одежду. Кто-то любит покидать продукты с полки в свою корзину. И следующий этап, кстати, он уже реализован некоторыми компаниями в каком-то виде. Это как раз таки виртуальные магазины, где мы глобально сможем походить по продуктовому магазину, покидать продукты. Это новый этап E-кома. Ну и заканчивая, хотелось бы поговорить о такой популярной теме, как искусственный интеллект, который, кстати, прямо сейчас набирает, набрал и будет набирать большие обороты. И здесь, кстати, очень хочется сравнить искусственный интеллект и Web3 с историческими данными. К примеру, искусственный интеллект очень релевантен, например, рентгеновских лучей, которые были в целом разработаны и спустя буквально совсем мало времени сразу нашли применение. Про искусственный интеллект плюс-минус то же самое. А вот с Web3 довольно-таки сложнее. Но мы можем также помнить силу тока, которая была разработана, а применение нашлось очень-очень после. И здесь хочется отметить, что искусственный интеллект, он развивается. И он будет развиваться с каждым днем. И на самом-то деле есть довольно-таки серьезные проблемы. Искусственный интеллект на текущий момент автоматизирует процессы. Кто-то с помощью него кодит, кто-то с помощью него решает рутинные задачи, кто-то дизайнит материалы. И все классно, и все хорошо. Но напомню, что буквально недавно он открыл доступ к интернету, чат GPT, и он вышел еще на более новый уровень. И сейчас встает вопрос регуляции. Потому что спустя энное количество времени данный искусственный интеллект научится разговаривать, как мы с вами. Он научится убеждать, он научится агитировать. И это довольно-таки существенная проблема, которая может привести просто к безумию. И здесь как раз-таки к нам приходит на помощь Web3, криптографическая подпись, NFT, которая будет подтверждать факт того, что тот или иной пост был сделан искусственным интеллектом, а это человеком. И здесь как раз-таки хотелось отметить еще раз, что Web3 — это следствие искусственного интеллекта, следствие Metaverse, когда Metaverse, соответственно, сможет выполнять с технологической точки зрения наши бизнес-задачи. Ну и как выводы хотелось бы отметить, что Web3.0 откроет действительно большие возможности для государства и бизнеса. Глобальная экономика нашей страны будет сильно изменена. Мы можем обратиться к историческим данным, когда появился Web2.0. Экономика сильно поменялась, пришло большое количество компаний, большая компания и ушло. Но глобально переход займет у нас десятилетия. И опять же мы об этом можем судить в том числе по историческим данным, по Web2, который занял более 20 лет. И, на мой взгляд, переход нужно начать уже прямо сейчас. И первостепенная задача, конечно же, регуляция со стороны государства, она важна. Большое количество споров на этот счет идет. Но более того, еще важная, еще одна наиважнейшая задача, на мой взгляд, это популяризация данных технологий среди профсообщества и более того, среди обычного населения. Потому что драйвером данных технологий будут люди в первую очередь, то есть пользователи. Коллеги, спасибо за внимание. Было приятно рассказать. Готов ответить на вопросы в моей социальной сети. Добрый день и спасибо за доклад. И у меня вопрос про юридическую сторону на данный момент в России. Как сейчас реализовывается, например, на примере и анимации, кто-то взял и пошел в суд, как доказать, сказать, что, ну, вот этот NFT, он реально имеет значимость. Хороший вопрос. И, к сожалению, очень, к сожалению. Потому что пока что с юридической точки зрения это филькина грамота. Пока что. Но, как я сказал о том, что, заканчивая свой доклад, я говорил о том, что наша с вами задача популяризовать данные технологии. Это делается в первую очередь для этого. Пока что какой-либо, какого-либо юридического подкрепления, к сожалению, нет. Спасибо. Там рука. И пока вопрос не задан, я тут могу немножко подсветить, что, ну, прям обещают, обещают, что в этом году как минимум цифровые подписи у нас будут госрегулироваться и, соответственно, начнутся какие-либо прецеденты судебной практики по авторским правам. Спасибо. Большое спасибо за доклад. Я хотел бы уточнить, вернее, хотел бы узнать ваше мнение. Вот вы сказали, что блокчейн, веб-3, это все должно регулироваться. Но вообще изначально технология задумывалась как анонимная, то, что кошельки анонимные, никто не знает о том, куда, как ты переводишь свои деньги и так далее. Не кажется ли вам, что как будто бы деанонимизируя все это, мы нарушаем изначальный протокол взаимодействия этой технологии? Спасибо. Да, спасибо за вопрос. Опять же, мы можем отвечать на данный вопрос в разрезе того же искусственного интеллекта. На мой взгляд, здесь в любом случае предстоит работа с двух плоскостей. Первая с юридической, как раз таки с точки зрения государственного регулирования и также с точки зрения технологической. Вопрос того, что это противоречит, я с вами не согласен, поскольку все-таки искусственный, тот же искусственный интеллект необходимо регулировать. Если не будет никакого законодательства, да, то начнется большая беда. Если говорить о BNFT или же блокчейне, то регуляция должна быть с точки зрения того, что это работает, чтобы это подтверждали в органах, вот возвращаясь к предыдущему вопросу, с точки зрения этого должна быть регуляция. С точки зрения того, что NFT в кейсе, который я показывал, он должен приравниваться к товарному знаку. Вот с этой точки зрения должна быть регуляция. И тогда не будет противоречить тому, о чем вы говорили. Можно я немножко, короче, дозадам вопрос? Ну, вообще, говорят, что любая регуляция, она направлена на защиту потребителя, но, блин, вот возвращаясь к вопросу уже заданному, ну, философски-то тот же биткоин, это про анонимность и так далее. Как с этим быть? Ну, ребят, здесь большое количество, большое, может быть, количество споров. На мой взгляд, на мой взгляд, регуляция все равно должна быть любой технологии и блокчейна в том числе. Да, он децентрализован, да, он полностью анонимен и бла-бла-бла, но регуляция этого должна быть. В ином случае общество просто распадется на части и начнется хаос. По-другому быть не может. И вопрос, опять же, к какой регуляции мы придем? Это тоже серьезный вопрос, потому что зачастую регуляция той или иной технологии, она говорит нам о том, что технология перестает развиваться. Но, опять же, мы возьмем тот же искусственный интеллект, да. На текущий момент в Соединенных Штатах планируют собрать определенный круг компаний, которые будут заниматься только им. И больше туда компаний не зайдет. Или же, чтобы зайти, потребуется выполнить А, Б, В, Г, Д. И такая регуляция имеет место быть. Спасибо. Спасибо.